Прокофьевым практически сразу после его приезда в Америку в десятые годы прошлого века. Скоро этому произведению уже тоже будет целых сто лет. И, конечно же, там были люди, тоже совсем недавно покинувшие Россию, тоже не ожидавшие, что они там вместе окажутся, и что им придется неким наполовину агитационным образом формировать ансамбль, он назывался «Зимра», то есть «Музыка», и делиться с людьми, скажем, идеями сионизма, тогда мало кому понятными, и объяснять, в том числе и влёжными средствами, что это значит, насколько это хорошо и правильно, чтобы у еврейского народа тоже была своя государство. Однако, тот флорнетист, который, собственно, и решил выйти на Прокофьева и заказать ему эту историю, звали Васильевым, фамилия ему была Белинцон, совсем недавно еще он работал первым солистом в Оркестре Мариинского театра в Петербурге, конечно, вручил Сергею Сергеевичу достаточно объемистую тетрадку записанных, обработанных, фольклённых еврейских мелодий. Но, как указывают все, кто анализировал, изучал работу Прокофьева над этими темами, ни одну Прокофьевскую тему до реального народного первоисточника отследить не удалось. То есть композитор все сделал, что нужно было для проверки, для исследования, а потом все придумал сам. И это тоже тот случай, когда у хорошо известной и всеми любимой традиции могут быть самые разные, в том числе совершенно удивительные продолжения. Вот такие, как эта овертюра для флорнета, фортепиана и струнного фортепиана. Играют Елена Коженевич и Гимна Зильгерман в скрипке, Анна Бурчев-Альт, Эмир Мортиросян-Галанчей, Игорь Фёдоров в флорнете и Лукас Генюшес в фортепиане. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.